Доброе утро! Мы проснулись. Сегодня пятый день нашего путешествия. Пешком в смысле. Сегодня мы проснулись на высоте 3550 метров в деревне Мананг. Сейчас пойдем к Кайс Лейк. Это такой радиальный выход. То есть мы вещи все оставляем в этой гостинице. Идем просто как на акклиматизацию. Подъем будет высокий. То есть с 3500 до 4600. Будет жестко. Здорово. Но посмотрим кто как бы себя будет чувствовать. У некоторых уже сегодня. Но вчера еще проявилась горняшка. Болела голова. Даже отказались от ужина. Сегодня вроде как более-менее спалось жутко плохо. Вообще то ли спал, то ли не спал. И не один. Все так говорят. То есть такое чувство, что вот засыпаешь и просыпаешься. Такое чувство, что тебе не хватает воздуха. Как будто нечем ты задыхаешься. Странно еще. В общем-то высота небольшая. Ну посмотрим. У меня какой-то друг рядом пасется. Уже вышел. Утром кстати столько гнали много. Видно яков. Потому что эти колокольчики наверное час. Блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям. Брякали. И еще что заметил. Здесь светает и темнеет намного намного быстрее. Допустим чем в том же Таиланде. Здесь просто вот буквально минуту смотришь и еще темно. Раз буквально 5-10 минут и уже светло. Прямо на глазах. Такие вот виды у нас красивые. Сейчас идем на завтрак. Время пол седьмого утра. Завтракаем и выходим к Айс Лейк. Все мы выходим. Мы выходим на Айс Лейк. Да, 4 600. Посмотрим как. Все мы пошли. Да, сегодня будет такой проверочный день на прочность. Даже интересно. Такие виды нас сопровождают. В песне то веселее. Шел пятый день пути. Пятый день пешеходного похода. Вышли, прошли полчаса. Всем стало жарко. Переодевание. Олег с Димой идут. Тоже подразделись. Ну, что вы скажете пока? Пока нормально все. Олег, идем. Нормально. Мужчина у себя на веранде что-то делает. Вот бабушка с утра. Намасте. С утра. Работают. А нам предстоит вот туда подъем. Потихонечку идем. Вот как коровка пасется тут с красивым видом на жилище местных. Тропа наша поднимается вверх и мы по ней потихонечку ползем. Акклиматизируемся. Правильно Валера сказал. Чуть поднялись. Такая красота открывается. Да. А там яки пасутся. В утренних лучах солнца вообще шикарно. Мы продолжаем наше восхождение. Еще никто не выбыл. Все с нами. Все на месте. Время есть минут 9. Мы продолжаем наш подъем по такой живописной тропе. Сделали небольшой привал. Офотографировались. 3 700. Пойдем дальше. 3 700 сейчас? Да. Высота 3 700. Еще нам километр почти чуть меньше. Километр это набор высоты. Я оговорюсь. Может кто-то подумает, что километр пройти. Высоты набрать километр. Собачки нас сопровождают с самого низа. Вот так вот и карабкаемся медленно, но уверенно вверх. Продолжаем наш подъем. Олег как? Нормально. Миша? Отлично все. Вот такой довольно крутой подъем. Потихоньку и поднимаемся. Утром завтрак я не показывал. Дима ел кашу с яблоком. Я ел. Спагетти с томатным соусом и сыром. Неплохо. Вкусненько. Высота 3 780. В первую часть поднялись. Это жестко. Семейская группа отдыхает. Димка, как ты? Хорошо. Сейчас смотрю какая высота. 3 800 высота. Спускаться представляешь как? Спускаться не легче будет. Продолжаем наше восхождение. Станавливаюсь на фотосессию. Ребята из нашей группы. Не, конечно на 4 таблетки этого бахнуло так. Надо было еще твою помешать. Продолжаем движение. Классно, да. Вот на ту горочку. Вон там людей видно. Нам подниматься. Идем на Айслейк. Леша нас догоняет. А это на Пурна-3 вершина. 3900 метров. И мы продолжаем наш путь Кайс Лейк. К озеру ледяному. Продолжаем подъем. Уже почти на уровне снежных шапок. Здорово. 3950 метров. Оу. Мы приближаемся к 4. Анапурна-2. А вот это Анапурна-3. Как вам такая высота? Мы на 4000. 4000 метров высота. Никогда не был. Это круто. 4 километра. Вау. Солнце так греет сильно. Прям припекает. А воздух прохладный. Прям чувствуется такой прохлада. Но ветра нет. И поэтому хорошо. Еще время полдесята только. Ветер будет позже. Собачка отдыхает. Кстати, говорят, у них тоже есть горная болезнь. Маленький перерыв. Мы поднялись на 4000 метров. 4 километра. Это, конечно, круто. Ну, в общем-то, состояние нормальное. Единственное, идти надо так не быстро, медленно держать темп. Тогда дышится более-менее нормально. Но если только начинаешь ускоряться, сразу так как-то в груди давит. И дышать так тяжело. Только сбавляешь, идешь так тык-тык-тык. То, в общем-то, нормально. Ничего страшного нет. Голова не болит пока. Чувства никакого нет. Но вокруг вот такие красивые виды. Смотри, на краю мира. На 4000 метрах привал. Тут не только наша группа, еще какие-то немцы, испанцы, непонятно. Но народу, короче, много. Здорово. Наши гиды. Кумар. Пётр. Намастей. Намастей. Петя. Общие виды просто отрыв башки. Четыре километра сто двадцать метров. Это высота, на которой находится аэропорт Куско в Перу. А вот там наверху чайная башка. Домик, небольшой привал будет. Немножко отдохнем. Собаки к нам пришли. У нас маленький перерыв. Четыре километра триста метров. Вау! Нам еще триста метров. Идти все тяжелее и тяжелее. Но мы не сдаемся. Идти нам вон туда. За ту гору. Хоть немножко дорога сейчас выровнится. И мы хоть немного пройдемся по прямой. Вот она наша равнинка. К которой можно будет пройти чуть отдохнуть. Очень круто, очень. Идем вверх. Жесть. Тихонько. Фантастика. Вы видите эти виды? Это просто чума. Четыре километра четыреста метров. Это круто. Я никогда в жизни не был на такой высоте. Орлы летают так красиво. Не знаю как они называются правильно. Почти вершина. Дышать тяжело. Сто виды сзади открылись какие. Посмотрите. Продолжаем движение. Появились новые вершины. Впереди испанцы идут за ручку. Вон в сандалиях еще. Круто. Тепло. Солнце греет. Но ветер такой прям ледяной. Руки мерзнут. Четыре тысячи пятьсот метров. Четыре с половиной километра. Это конечно круто. Продолжаем движение. Не знаю даже сколько еще осталось. Но много. Там какая-то ступа вдалеке. Долина внизу. Вон там если видно крыши. Оттуда мы и пришли. Сумасшедшие. Вот тот человек который здесь был. Хоть раз и видел вот это. Он никогда не скажет что дураки какие-то идут в горы. Неужели мы пришли. Не верится. Привет. Ты уже назад? А назад это же самая тропа? Да. Молодец. Идите скорее возвращайтесь. Мы вас очень любим. Быстрее. Молодец. И вот оно озеро. Мы дошли. А это что за озеро? Извиняюсь обманул вас. Айслейк дальше сказали. Это какое-то другое озеро. Водная часть нашего лёда пришла. Отместилась. И кушаем. Посмотрите. Смотрите. Вода чистая. Но лёд. Здесь оно замёрзло. 4 611, ура, мы сделали это, мы на озере Айс Лейк, вон оно сзади, за моей спиной, представляете, как круто, молодцы. Это не самое высокое озеро, мы еще пойдем на озеро Тиличо, которое находится еще выше, там на 5000 метров. Посмотрите, какая вода чистая в этом озере. Попробуем водичку, не зря же мы шли сюда, я пробил лед и трогаю воду, это круто. Лед такой, сантиметра два, как тяжело дышать, а вам не передать. Как самочувствие? Нормально. Ну круто. 4 611 метров. Так понимаю, вы на уровень высоты Беларуси вышли сейчас, да, поэтому так хорошо. Шла, представляете, она зашла. Ой, вторая вся, как як. Вторая собака-то на як похоже, она вся в култах, да, брат? Спускаемся назад. Все, идем вниз, скажете дураки, да, стоило подниматься, чтобы потом спускаться. Красиво, красиво, виды. Продолжаем наш спуск. Ветер поднялся, как всегда после обеда. Массив Анапурный, круто. Ну что скажешь, спускаться не легче, чем подниматься. Перекусили и пошли вниз. А смотрите, как интересно, в тучах горы Анапурных, гряда Анапурных. Без солнца совсем по-другому выглядит. Зловеще, мощно. У нас маленький перерывчик. Давление не поднимается. Ну, постепенно это скалы. Миша тоже голова сильно болит. Все, мы почти спустились. Нормально, такая усталость хорошая. Спускаться, вам скажу, тоже не сахар. Спустились опять к деревне местных. Вот так вот они хранят. А нам навстречу. Красавчики. Даже парник имеется. Местная бабушка ходит, пакет собирает. Экскременты. Какахи, лепей от коров и яков. Местная бабушка нам позвала в свое жилище. Это здорово. У нее есть мед. Она его продаст. Вот мы заходим. Вот она как ловко. По какой лестнике вот там они живут. На первом этаже здесь хранят дрова. Идем в очень старый монастырь. Ему 500 лет. Вот такие вот барабаны. 500 лет. Представляете? Какая круть. Здесь вот лежат. Видите? Это старый. По таким тропам ходят. Вообще наших коров не заставишь. Ни за что лезть в такую гору. Бракасангасамджинг монастырь. Здесь коровка лежит. Отдыхает. Вот такая уже ступа построена. Ни ее потихоньку реставрируют этот монастырь наверное. Вон он там наверху. Где Будда сидит уже новый золотой. А это вокруг дома местных. Козы классные. По суцу нашей деревни. Все. Сегодняшний день закончился. Мы подходим к нашему отелю. Вроде все прошло. Хорошо. Устали конечно. А все. Идем. Скоро ужин. День закончился. Как вам день сегодняшний? Кать как? Хорошо. Устала? Чуть-чуть. А еще чуть не умер. Понял. Я тоже. Насыщенный. Насыщенный. Кто за? Всего хватило. Миша как? У тебя вчера умер. Миша кстати наверху говорил сожгите меня здесь. Да перец говорит меня палками нашли. Да там дров с дровами проблема. Как тебе? День прекрасный вообще. Я себя чувствую отлично. Поэтому я хочу сказать мы многое посмотрели и хорошо успели. Сейчас еще хорошо отдохнуть. Ну виды хорошие были. Не зря поднимались. Да. Устали как. Устали да. Не знаю даже вчера больше или сегодня. Устали? Да. Ну я скажу да. Да. День насыщенный. Такой классный. С самого утра мы вышли. Было здорово. Много очень красивых видов. Посмотрели. Шикарных. Ну и подъемчик такой я вам скажу. Все время короче вверх. Довольно отвесная стена. Вот так вот виляя. Туда сюда. Тяжело. Спуск кстати был не легче. Тоже. Тяжко. Да. Ну заканчивается этот день. Сейчас у нас скоро ужин. В общем все довольны. Мы без потерь. Тเรины. Вдох. В доме также скоро 챙ки trzy. До новых встреч. С Papацией. Продолжение следует...